Возможность проголосовать у жителей 7-го избирательного округа была со 2-го сентября. Именно тогда начались досрочные выборы для тех, кто по какой-либо причине не смог присутствовать на участках в единый день голосования 13-го сентября. Со 2-го по 10-е число у нас голосовали в конверты и пришло 51 человек. А 11-го, 12-го, вот за два дня тоже 50 человек пришло. Здесь всего досрочно у нас проголосовало 101 человек, а 40 лет, получается, больше идут или пенсионного даже возраста. Избирательные участки 223 и 224 разместили в 6-й школе. Процедура голосования проходила с соблюдением всех мер защиты. Выдавали маски, перчатки, ручку. А вот сам бюллетень уже не убирали в конверт, как на досрочных выборах, а сбрасывали в урну для голосования. Напомню, свою кандидатуру на вакантное место депутата выдвинули 5 человек. Евгений Воронин признался, на выборы шел целенаправленно. По его мнению, микрорайону, в котором он живет, требуются изменения. Поэтому он надеется, что его кандидат в депутаты выполнит все обещания, оправдает надежды и будет принимать активное участие в жизни микрорайона. Где хочется, чтобы поменять стоянку, расширить во дворе 9-го, 10-го дома 9-го микрорайона, где 12-й дом, трубы, чтобы заменены были, детская площадка, чтобы была построена. Ну, как бы я реальные планы озвучиваю. Восемь часов вечера оба избирательных участка были закрыты, состоялся подсчет бюллетеней и голосов, а после отправка протокола в территориальную избирательную комиссию. Мария Сераева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Спасибо. Спасибо. Спасибо.